Как перестать волноваться из-за пустяков? Не для тела вашего во что одеться? Душа не больше ли пищи и тела одежды? И Господь прямо дальше потом продолжает, что если даже лилию, то есть красивый цветок Господь так одевает, как царь Соломон не одевался, а завтра-то лилия уже завянет, ее засохшую просто бросит в костер, то мы-то творение Божие, высшее, по образу Божие створенное, уж не больше ли лилии? Так что, если бы мы понимали, что наш день сегодня последний, мы бы перестали не только волноваться из-за пустяков, а у нас бы вообще все сразу наладилось. Именно забывчивость о том, что мы здесь временно, делает нас суетными, и как говорил царь Соломон, видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот все суета и томление духа. Дух наш томится по той причине, что дух наш хочет быть с Богом, а мы из-за суеты, забывая о том, что можем вот прямо сейчас встретиться с Богом, повреждаемся какими-то мелочами и так далее. Напоминаю, дорогие друзья, что каждый раз, когда мы ложимся вечером, мы сами себя отпеваем. Мы говорим такую молитву. Врутствуй, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, предаю дух мой, ты же меня благословит, ими помилуй, и живот вечно даруй, аминь. То есть мы буквально отпеваем себя, и заметьте, что мы не просим у Государства Бога, и разбуди меня завтра, Господи, потому что у меня так много еще суеты, мы говорим, и жизнь вечную даруй, аминь. То есть мы готовим себя к вечности, и чем чаще мы будем вспоминать о том, что вечности она вот прямо вот-вот рядом с нами, тем меньше будет суеты и всяких пустяков в нашей жизни.